Ребята, здорово! Ой, как шумно сегодня! Что будет дальше с каналом, конечно, сейчас обязательно расскажем. У нас больше на канале не будет никогда. Саня Бондарчук уже канал все отжал. Ребята, вообще пиздец, помни. Извини, пожалуйста. По-моему, это знаменитый первый канал. Нет? Совсем не знаменитый. Каша, ничего, привет. Привет, привет. Мы пошли встречать нашего подписчика, которого вы все знаете. С Гридио Бер меня довольно приятно. Очень рад, когда мы здесь. Что, готов? Все? Настроился? Ребята, здорово! Ой, как шумно сегодня! Сегодня у нас в Перми какой-то праздник, видимо, в центре города. У нас все лето праздник в Перми. Михалыч, хоть поздоровайся с друзьями. Нет, давно не виделись. Короче, сейчас идем на фестиваль Red Face. Но это не здесь совсем, это в другом месте. Это у нас на набережной, где порт Пермь называется, да, у нас место? А сейчас просто дойдем до фонтана, посмотрим, что у нас там. Новый фонтан на День города у нас открыли. Сейчас посмотрим, что за фонтан. Михалыч уже, говорит, видел, ходил? Да, я в первый день ходил, смотрел немножко. Ну, кстати, представление начинается 22... 30. 30, да. Каждый день, ребят? Нет, не каждый день. Но я расписание видел, на ближайшие дни там практически каждый день. Нет? Это получается типа боющих фонтанов, которые мы снимали в Сочи, но маленько поменьше. Мне более... Как сказать? Экономичнее. Наоборот, менее масштабно. И, кстати, у вас пишут то, что до встречи в сентябре там получается вторая очередь еще тоже какая-то будет. А, вот там, достраивается, да? Солнце на воздухе, да. Ну. Ну, ладно. Ну, сейчас посмотрим. Я бы тоже пробежался. Ну-ка, давай, пробежись, Михалыч. Потрошуй. Ой, елки-палки. Это он постоянно так или тут иногда так это заливает, нет? Стоит туда пройтись? Нет. Когда там вот так маленько-маленько, это потом как накроет, да? И все. Ну, вот. Вот такая вот. Примерно. Для детей веселуха. Ага, веселуха. А тут, считайте, раньше вот поле было просто. Поле. Да. И обычно на день города все это поле вытаптывали, и тут куча грязи была. Ну, не обязательно день города. У нас тут всякие мероприятия проходят там разные. Группы приезжают, вот выступали раньше здесь сцену ставили. А сейчас, видимо, только там, вот там. Сейчас, да, драмтеатр будет. Шел в пятницу вот мимо вот этого забора, его как раз раскрашивали. Вот, да, мы раскрасили. Вам будут тут строить, по-моему, торговый центр какой-то большой. За ним, конечно. А здесь у нас раньше была эта фабрика. Да. Ходительская. Да. Сейчас будет торговый центр, как раз вот здесь, на пригорке он будет. Нам же, ребята, в городе-то, в торговых центрах не хватает же. Ну, точно ведь. Ну, смотрите, у нас тут полностью набережную переделывают, пытаются. Для чего, честно говоря, непонятно. Как Путину пообещали. Да. Пути вот эти убирать будут, получается. Железнодорожная. Железнодорога. А ветку пустят вот на правом берегу, получается, на том. Ну, это планируется. Да, планируется. Гастропорт, вот там мы сейчас туда пойдем. Ну, что, ребят, как вы уже прочитали название ролика, да? Что будет дальше с каналом? Конечно, сейчас обязательно расскажем. Значит, смысл какой? Вы уже там все пишите, подозреваете, что у нас больше на канале не будет никогда. Что там некоторые пишут, Саня Бондарчук уже канал все отжал уже, или купил его там уже, такие все эти самые. Ну, только в последнее время он и появляется в роликах. Поэтому, ребят, буду краток. Никуда мы с Михалычем не сделись. Здесь мы здесь. Вот, как подтверждение, подтверждение этот самый ролик. Вот. Сейчас просто заняты очень работой, да, полностью погрузили. Погрузились в работу. Времени нет даже на выходные отдохнуть, куда-то сходить. Вот сегодня вот день такое исключение. Воскресенье, завтра опять на работу. Денежек под копьем. Ну, я, как в Сочи, обещал, все будет, ребят. Все, ролики снимем. И на поезде, да. В Новгород съездим обязательно. Да, вернусь, Михалыча, может, еще куда-нибудь сгоняем. В Нижний будет все. Кстати, вот некоторые нормальные ребята писали, то, что, типа, переживали, там, Саня, как говорит, канал захватил там, да. Вот, но самое интересное то, что некоторые правильно пишут. То, что, говорит, блин, ну Саня молодец, конечно, говорит, снимает все, но не хватает вас. Так вот, лучше бы, говорит, чтобы все вы вместе там снимались в ролике. Будет такой ролик, ребят? Будет. В Нижний, в Нижний, да, в Нижний едем на АФП, как обычно, ежегодная поездка наша. Еще есть с подписчиком. Да, еще и подписчик будет с нами, поэтому ни в коем случае не отписывайтесь, все будет. Все-то нам как-то, это, страшно, ребят? За такие тучи вот. Там, куда? Лучше. Ну, ветер, кстати, вот в ту сторону. Сдует? Хорошо бы туда унесло все. На Гаеву. Гаеву пусть поливает. Ну. Экстремальные условия для съемки. Ребята, вообще пиздец полный. Мы тут маленько отошли. Шторм. Бумажки полетели, все. Отойдем. Кошмар. Камни летят в лицо. А нам еще идти километр. Там-то туда. Километр еще идти. Пошли. Надеюсь, дойдем, под дождь не попадем. Пакет самый главный. Пакет со мной. Ну, его, если что, его в пакете ждем. Вот, что мы и больше всего опасались, то и случилось. Ну, как Антоха, МС, кстати, он приезжает сейчас. Все время дождь. На его концерт мы и пошли. Да. Как он приезжает, так сразу непогода какая-то. Все, ребят, попали под дождь. Все промокли. Не успели мы добежать. Вон, смотрите, какой ливень херачит. Такие сразу лужи появились. Никалыч мокрый стоит. Душу принял. Душу принял. Ну, и я такой же. Вот так вот. Погодка вмешалась. Еще идет. Курица. Маленько посушится. Трешовый ролик получился. У нас еще подписчик, ребят. Один из подписчиков. Где ты подходит по большому блату с нами, который собрался. Вот такой вот блат, ребят. Сейчас, наверное, пойдет пешком. Сурущевец. Ну, вот, ребята, маленько это переждали. Конечно, все сырые, понятное дело. Но все равно мы приехали отдыхать. Мы пришли. Дождь закончился. Смотрите. Рассветики дали. Тут, конечно, дождь заставил всех разбежаться судорожно. Вот. Тут гораздо больше народу было. Сейчас не знаю, где все попрятались. Наверное, в этом корпусе. Скорее всего. Кстати, два года назад, кто смотрел, мы были тоже на этом фестивале. Только с Саней Лачковым. Вот. Тоже в той же стороне была сцена. Тогда мы на Антохе хорошо поугарали. А потом здесь, в этом павильоне, были всякие там дискотеки. Там диджеи разные были. Вот. Но самое главное, чтобы погода наладилась. Будем надеяться, что там все хорошо. Туда все ушло. Поэтому будем надеяться, что все будет нормально. Вот нам такие эти. Выдали браслетики Михалыч. Да? That's best. Сколько стоит билета? 500 рублей. Если заранее покупать. И 600. Если здесь не нужно. На кассе, грубо говоря. Вот гастропорт. Здесь предлагаю сходить посушиться. Может, в туалете есть эти тушилки. Что это будет? Что вы Port kавильо? Здесь есть тушилки. Там есть и hơn много т church карт. Здесь будет тушила, который вы можете купить. И если вы на paras этой лaltке, нужно втяж OR ктверде все прилетили. Я их попробую снять. Я обязательно присо знакомы на второй что хотите. Что, ребят, сейчас выходим? Смотрите, какая погода. Все навалилось. Что-то коллективы выступают на какие-то менее известные, чем Антоха. Комсомольская группа, я знаю. Группа Комсомольская? Комсомольская. Она на пикнике Фиши играла. Это молодежная прогрессирующая группа. А они тоже тогда с Антоха, получается, выступали, да? Нет, в тренде. Нет, они на следующий год поступали. А, на следующий? Московские? Да. Смотрите, ребят, какая красота. Вот наш мост знаменитый, коммунальный. Во всей красе. Хочу еще добавить, что раньше вот здесь вот этого заборчика не было. Нужно было спокойно отсюда выходить, заходить. Вот сейчас, к сожалению, мы что, поточну попали? Потому что там нас не пустили, сказали, через забор там вдоль заборчика проходите. Поэтому и помогли. Там запасной выход, получается. Да. Ну что, пойдем посмотрим с сценой. Дальней тело, все и нет его. Заболило, детба заболило. Юной заболило, и в замеже жизни король, но ничего не умею, ничего не знаю, ничего не помню, нет запиток. Ребята, народ тусуется, молодежь настоянов. Ну что и мы такие, тоже по числу молодежь. Там железнодорожный мост, ребят, по которому часто-часто очень едем. Я езжу. Это в сторону Москвы. Каждый день два раза езжу на нем. Михалыч, а вообще каждый день, два раза в день. Два раза в день, по-другому езжу. Пацаны, короче, смотрите, самая, наверное, особенность, главное, этого мероприятия, Red Fest, да, фестиваля, так скажем. А смотрите, самое главное, девчонок сколько, вообще, просто много парней. Вы, наверное, не туда пошли. Просто. Езжено куча просто. Первый день был вчера, суббота, но мы не пошли. Сегодня как в основной такой день самые эти хитлайнеры, типа Антоки, сегодня присутствуют, поэтому мы именно на сегодняшний день взяли. А мы пошли встречать нашего подписчика, которого вы все знаете. Сегодня у него такой необычный день, он очень пытался организовать встречу с подписчиками, но что-то как-то все не шли на контакт, а вот он один. И мы решили все-таки его пригласить сегодня. Поэтому сегодня у него его день. Ну давай, говори. Здорово всем. Здорово всем, да? Скоро встретился с Ромчиком и Михалычем. Ну, все нормально, прошел? Да. Без вопросов? Да. Ну вот. Документы поделились. Ни разу не было? Нет. Нет? Это каждый год такой? Документы? Я тоже ни разу не был. Тоже ни разу? Я, кстати, думал, что 18+. Нет, тут детей много. Тут детей много всяких. Тут вообще маленькие есть. Хотя алкоголь продают. Ну так он же продается, да не всем. Вот, ребят, этот самый... Майдал. Да. 23 июня сегодня у нас. Вот идти сет. Хороший символ сходить. И вот основная цена. Вот сейчас играет группа Комсомольска. Комсомольска, потом Антоха. Кстати, ребят, сейчас встретились с ребятами, с которыми, помните, в том году на ПП ехали в купешки. Да, они сейчас попались. И оказывается, тоже... Ну, мы знаем, что они из Преми. Оказывается, они тоже Антоха им все ходят, слушают. Так что, ребята, привет вам, если смотрите. И никто не знает, что от моих черных очков. А мне тут меня снимают мои черные очки. И я уже от снегу вовсе сломала глаз руки. На дом все, где все тревожные мои черные очки. Даша, еще раз привет. Привет, привет. Не падай только. Что, как вам Пермь-то вообще в целом? Отлично. Отлично, нормально? Так-то вообще отлично. Народ тепло встретил? Как-то да. Да? Ну, прикольно. Погода только не очень, да? Да нормально. Извини, пожалуйста. По-моему, это знаменитый пермский канал. Совсем не знаменитый. Нет? Вообще. Но все равно известный, более-менее, в пермских кругах, да? Лучший канал, по мнению моей бабушки. Да, Собный Урал. Да. Приятно познакомиться. Сколько у тебя еще подписчиков? Где-то, может, 12 тысяч. Мы давно не снимали, поэтому... Ну, я смотрю, да, когда есть время, тогда. Ладно, давай. Да, давай. Удачи в развитии канала. Всем привет. Подписывайтесь и колокольчик не забывайте поставить. Да-да-да, обязательно. Ребята, в общем, весь пермский бомонд, он здесь, на самом деле. Да, Михалыч? Ребята, по шаухе решили ударить. Ждем выхода Антонио. Антон, 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 Антон! Субтитры делал DimaTorzok Ты услышишь звон и не знаешь, откуда он В голове батон и не знаешь, что там делает он Метаприем, метаприем, метаприем Ты услышишь звон и не знаешь, откуда он В голове батон Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! ДимаTorzok 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 Спасибо! ДимаTorzok 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 ДимаTorzok